Данил Медведев вышел в лидеры Данил Медведев вышел в лидеры в финал теннисного турнира в Монреале Коммерсант от 11 августа 2019 года 12.22 в полуфинале Роджерс Кап Проходящего в Монреале турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP С призовым фондом 6,3 миллиона долларов Данил Медведев в двух партиях обыграл Карина Хачанова Это позволило 23-летнему россиянину не только вернуть себе звание первой ракетки страны Которым Хачанов владел с 5 ноября прошлого года Но и впервые за карьеру оказаться в финале состязания Мастерс Тысяча Там соперником Данила Медведева будет испанец Рафаэль Надаль С которым он еще ни разу не встречался До этой недели за всю историю ATP Tour Двум россиянам ни разу не удавалось одновременно доходить до полуфиналов на турнирах категории Мастерс Тысяча Которые по престижности уступают лишь чемпионату Большого шлема И ноябрьскому итоговому состязанию с участием первой восьмерки Такого не случалось даже во времена расцвета самых выдающихся российских теннисистов Евгения Кофельникова и Марата Сафина Таким образом, монреальская встреча Карина Хачанова с Данилом Медведевым становилась исторической Кроме того, этот матч у определял, кому из двух 23-летних москвичей в понедельник быть первой ракеткой страны Перед стартом Роджерс Кап Хачанов стоял в рейтинге восьмым, а Медведев – девятым Но разрыв между друзьями и соперниками, которые хорошо общаются друг с другом и в первой половине года трижды, пусть и не слишком удачно пробовали выступать вместе в парном разряде, был минимален Турнирные препятствия на Роджерс Кап Они преодолевали по-разному Медведев делал это очень легко, что в общем неудивительно Ведь на прошлой неделе он выглядел очень неэффектно в Вашингтоне, где лишь в финале на двух тайбрейках уступил талантливому австралийцу Нику Киресу В Монреале один из самых успешных игроков нынешнего сезона продолжал в том же духе В трех матчах против англичанина Кайла Эдмунда, чилийца Кристиана Гарина и четвертой ракетки мира встрице Доминика Тиме он отдал лишь 13 геймов А вот к арену Хачанову соперники выпали посильнее, да и стабильности хватало не всегда Тем не менее сначала он в серьезной борьбе одолел трехкратного чемпиона турниров Большота Шлема опытнейшего швейцарца Станисласа Вавринку А затем в невероятно нервном поединке справился с восходящей канадской звездой Феликсом Ожи Алиасимом, которому как раз в день их матча исполнилось 19 лет В четвертьфинале соперником Хачанова оказался победитель прошлогоднего итогового турнира в Лондоне и Александр Зверев из Германии Медведев во время пятничной пресс-конференции после победы над Тимом еще не знал исхода этого противостояния, но пожелал своему соотечественнику успеха Конечно, я поддерживаю Карина. Мы из одной страны хорошие друзья. Думаю, он победит в двух партиях, сказал он И не ошибся, поскольку Хачанов провел один из лучших матчей за последнее время, победив 6 к 3, 6 к 3 В прошлом году два россиянина встречались в полуфинале турнира ВТБ Кубок Кремля, где Хачанов взял верх в трех сетах, а на следующий день выиграл титул Оба, конечно, прекрасно помнят ту встречу, о чем Хачанов говорил в пятницу на своей пресс-конференции Однако в этот раз события развивались совершенно по-другому Первую партию Медведев выиграл со счетом 6 к 1, продемонстрировав, выражаясь языком канадского телекомментатора, самый настоящий мастер-класс Во втором, си, красивый теннис показывали уже оба, и дважды происходил обмен подачами Но запасы уверенности у Медведева все-таки был побольше Однажды ему даже удалось оставить за собой розыгрыш с использованием твинера, удара, при котором теннисист, пропустив мяч между ног, бьет по нему, находясь спиной к сетке Такие фокусы можно увидеть на корте сравнительно редко Ну а на финише тайбрейка Медведеву еще и немного повезло Мяч после его очередного удара слева едва перевалился через сетку, и Карен Хачанов тут же перешагнул через нее, спеша к новоиспеченному финалисту со своими руками Несмотря на проигрыш, Хачанов решил важную задачу Защитил все рейтинговые очки, которые получил за выход в полуфинал там же, в Канаде, только в Торонто Опустившись в мировую классификацию на девятое место, он все равно довольно прочно стоит в топе десяти Медведеву же теперь предстоит его дебютный финал на турнирах категории Мастерс Тысяча Он получил день отдыха из-за травмы соперника, Гаэля Манфеса Последний пятничный четвертьфинал между этим французом и Роберто Баутистой был перенесен на утро субботы из-за непогоды Манфес победил, но получил небольшое повреждение лодыжки и решил вчера больше на корт не выходить Евгений Федыков Субтитры сделал DimaTorzok